Ребята, всем привет! Я к вам с новостью. Мы взяли новый дом в Теннесси, но в этот раз мы взяли не самостоятельно, а с партнёром. Если помните, Настя с прошлых видео. У нас партнёрство 50 на 50. В общем, купили мы дом не в таком состоянии, как наш прошлый. Этот дом нуждается в ремонте, капитальном ремонте. Тут жила женщина. Этот дом никогда не сдавался до этого на короткие сроки на Airbnb. Тут жила женщина пожилого возраста, и она решила продать. Дом находится в очень хорошей локации. На самом-то деле, очень близко находится к нашему дому, к прошлому. Напоминаю, это мы сейчас в Теннесси. Пиджум Форс называется город, городок. Это туристический городок. Можете прогуглить, посмотреть. Хочу вам показать дом. Дом мы взяли в кредит, мы его не купили за наличку, с первоначальным взносом. Как я и сказала ранее, с партнёром. Сейчас мы находимся здесь. Мы приехали сюда на три недели с Денисом. Конечно, условий тут никаких нет для жизни, но ничего страшного. Это не первая покупка наша дома в таком состоянии. Поэтому, кто с нами давно уже знает, знает, что мы как бы не боимся трудностей. Вот. Дом нужно полностью переделывать. То есть, дом нужно подготовить в короткие сроки для сдачи в аренду на короткие сроки через Airbnb. Тут очень туристическое место, как я и говорила ранее. Поэтому нам нужно... И если вы смотрели прошлые видео, тут домики все как бы деревянного плана. То есть, этот дом, он деревянный полностью, но он обшит пластиком. Я вам сейчас всё это покажу. Мы пластик будем снимать. В общем, всё будем менять. Ну, соответственно, вы будете с нами. Буду ещё снимать вам процесс ремонта. И, конечно же, вы всё это будете видеть наглядно. Как я и говорила, нам нужно в короткие сроки постараться перевести дом в порядок. Нам нужно сделать по максимуму это быстро, качественно и не супер дорого. Мы уже начали закупать какую-то технику. Почему мы начали её закупать? Во-первых, тут очень проблематично купить технику быстро. И мы стараемся всё закупать сейчас, потому что очень много новых построек здесь. Люди покупают, строят, закупают новую технику. То есть, они не успевают завозить такое количество. Плюс это не огромнейший город, это небольшие городки. Туристические, я имею в виду. Мы сейчас говорим конкретно о магазинах, которые здесь находятся. Тут все магазины, то есть, тут очень много разных магазинов с техникой, но очень мало товара в наличии. И, например, какие-то определённые позиции могут идти где-то месяц. Поэтому нам это не подходит. И мы как бы стараемся сейчас начинаем закупаться. Хотя обычно это делается после ремонта, да. Но в нашем случае это немножечко другое. Мы тут, то есть, мы приехали на три недели, как я вам и говорила. Нам нужно по максимуму всё быстро купить и сделать. В этот раз Денис будет ремонт делать не самостоятельно. Он частично будет что-то он делать. Он уже как бы начал разбирать там кое-что. Я вам всё это покажу сейчас. Давайте я вам покажу дом. Вот это территория, тут тоже дома, дома, дома. Это заезд у нас такой. Это боковая сторона дома. Тут горка. Напоминаю, что это горная местность. То есть, этот дом в горах находится. Просто как бы мы не на горе сейчас, а мы возле центральной дороги. Видите, дом сейчас полностью в вагонке. Эта вагонка будет сниматься и будет обшиваться деревом. Парковочное место. Это уже Денис то, что демонтирует. Это ванна старая. Тут, кстати, две ванны, два туалета. Мы начали с одной, потому что второй мы пользуемся сейчас. Это вход. То есть, видите, он как бы не особо красивый, такой симпатичный. Но это тоже будет меняться здесь всё. А вот, всё будет сдираться. Но патио, вот это вот, мы не будем сдирать. Мы сначала хотели менять, но потом передумали. Это очень дорого стоит, поэтому мы решили только укрепить патио это. Давайте я вам покажу, как это всё выглядит изнутри. Ну, как видите, да, тут раньше пожилой человек жил. Соответственно, дом особо не ремонтировался. Это входная дверь. Как раз Денис едет, ему кое-что нужно докупить по материалам. Давайте я вам покажу, обойду так. Покажу эту патио. Это то, что мы уже демонтировали. Но пока это так выглядит. То есть, ещё вот эта дверь. Дверь мы тоже будем менять. В будущем здесь, скорее всего, стоит джакузи. Но опять же, после того, как мы всё это укрепим, давайте ещё раз пройдём с той стороны. И я вам покажу дом изнутри. Айсенька, пошли. В доме бардак. Ну, в общем, тут стройка. Ну, тут вот кухня, как она выглядит. Холодильник привезли буквально час назад. Мы хотим его подключить, потому что мы здесь живём. То есть, нам нужно как-то хранить продукты. Тут вот старая плита. Её должны забрать. Я её выставила на фейсбуке, что её можно забрать бесплатно. Поэтому её должны приехать забрать. Мы купили новую. Сейчас я вам покажу. Кухню будем тоже полностью переделывать. Но каким образом? То есть, все верхние шкафы снимутся. Поставится плитка и красивые полочки сделаем. Нижняя часть будет перекрашиваться полностью. И столешница будет меняться. Тут у нас посудомоечная машина. Ну, в общем, как это всё выглядит сейчас. Матрас, стиралки, вот эта плита, которую тоже привезли с холодильником буквально час назад. Новая. Матрас. Ну, такое вот, что мы покупаем. Тут у нас камин. Та дырка, для чего она вообще нужна, будет висеть большой телевизор. Он будет закрывать эту дырку. Там кабеля, роутер, всё это будет внутри. Вот такая вот гостиная кухня. Тут шкаф. А, ну, тут вообще шкаф. И тут будет стоять вот истиралка и сушка в этом месте. Ну, давайте я вам открою, чтобы вы примерно понимали, какой там размер. Свет я не включаю, потому что я попробовала. Но тут не очень хорошее свечение. Надо будет тоже это всё менять. Поэтому толку нету. Так, сейчас я вам покажу первую ванну и комнату, в которой мы временно спим. Другая комната, она идёт уже с ванной и туалетом в комнате. Мы выбрали в эту, потому что это меньше. И та больше, и там больше работы, нам кажется. Поэтому мы решили... Хотя одинаковая работа там, и там, и там. Мы решили начать с той. Сейчас там полностью всё. Денис вчера всё-всё-всё разобрал. Я вам сейчас покажу. Давайте сейчас пройдём. А там была ванная, ванная, туалет и комната точно такие же, как вот я вам сейчас покажу. Только сейчас они там в разобранном виде. Ванная с туалетом. В той ванной комнате тоже была такая же ванная. Мы хотим делать полностью душевую кабину. Какая проблема тут, что... Гипс-картон вот этот вот положили сверху на ванную. То есть оно прям внутри там. То есть получается, когда Денис демонтировал, там прям дыра. Да, и дом, я вам сразу говорю, дом не каменный, а деревянный. То есть если вы будете видеть гипс-картон или дерево, не удивляйтесь, потому что это деревянный дом. Это комната, в которой мы временно поселились. Кровать эту мы тоже купили для того, чтобы приехать, и у нас была возможность спать на чём-то. Вот. Что у нас тут? Небольшая комната со шкафом. Сейчас там тоже завал наших вещей. В общем, такая вот комната. Вот это окно за кроватью мы хотим заложить. Объясню почему. Потому что мы хотим сделать стенку на английском. Это акцент на стене, в общем, хотим сделать. Деревянную стену хотим сделать. Но вы это всё увидите, и я буду показывать в будущем, как мы что делаем, что меняем. Поэтому вы это всё увидите. Так, ну идём в следующую комнату. Следующая комната полностью разобрана. Это всё Денис вчера сделал. За один день. Тут было то же самое. Ковролин вот этот старый, как и в той комнате. Всё то же самое, видите. Окно уже разобрали. Денис сегодня будет его закладывать. Так, здесь у нас шкаф. Вот такой вот здесь побольше шкаф. Как вы видите, пол тоже деревянный. На улице ветер. Так вот. Это всё здесь пока выглядит. Вот это окно останется. Это заложится. Объясню ещё раз, почему мы это разобрали. Здесь будет кровать. Здесь будет полностью стена, как деревянная. Это будет как бы главная стена под дерево. Зачем нам вообще это нужно? Потому что это горный город. То есть здесь в основном акцент на дереве. Люди это любят. Поэтому нам нужно из обычного такого на внешний вид дома, в котором жили, никогда не сдавали, и нам нужно этот дом по максимуму сделать похожим на деревянный домик. Тут, скорее всего, света нет. А, или есть сейчас. Потому что вчера всё разбирал Денис. Ещё секундочку. В общем, вчера это ещё утром выглядело всё так же, как и та ванная комната. То, что я вам говорила, что была заложена ванная. Сначала ванную поставили, а потом гипсокартон. Да, необычно. Ну, ладно. Будем отталкиваться от того, что есть. Тут унитаз. Тут раковина была с зеркалом. Ну, и, собственно, здесь была ванная. Это всё будет закладываться, конечно же, и будет делаться душевая кабина. Ну, и вы это, конечно, будете всё видеть в процессе ремонта. Ну, как вы видите, работы достаточно много здесь. Очень много нужно чего менять. Но оно того стоит. То есть этот дом куплен не для того, чтобы мы здесь жили, а для того, чтобы мы его в будущем сдавали. И я уверена, что он будет сдаваться очень хорошо. Поэтому нам нужно его привести в порядок. Он должен выглядеть очень хорошо. Людям он должен нравиться. Кстати, с той стороны дома там у нас будет место для костра. То есть мы там оборудуем место для костра. Здесь, скорее всего, где я сейчас стою, будет джакузи. Вот и всё. Вот и всё, что я вам хотела показать, рассказать. Я думаю, что мы правильно сделали, что купили. Конечно, очень много сложностей. И сложности всегда пугают. Но без сложностей у многих людей не получается по-другому. Поэтому всё, проходим через какие-то определённые сложности. Если вы не видели прошлые наши видео с ремонтом, вы можете всегда вернуться, посмотреть. Мы тоже покупали до этого дом без ремонта. И делали самостоятельно. Тоже многие не верили, говорили, зачем вам это нужно. Лучше снести и построить новые. Но это не так. Потому что, во-первых, земля очень дорогая в хороших местах. Она дорогая реально. Во-вторых, она скупается очень быстро. И так же, как и дома здесь. На чём мы заканчиваем это видео? Так, мы заканчиваем на том, что я вам показала дом. И следующее видео, это будет процесс ремонта. Я вам буду обязательно всё показывать. Вы уже видели, что там разобралось в той комнате всё. Сейчас будет этап, когда мы это всё будем делать. И вы будете за этим следить. И я буду вам обязательно это всё показывать. Так что вы будете наблюдать за этим. Спасибо большое за просмотр. И до скорых встреч. Пока-пока.